Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Видном состоялся обучающий семинар-практикум по участию в федеральной грантовой системе. Гранты нужно писать. В регионах это развито на большом уровне. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Маленький пассажир. Большая ответственность». «Если вы перекрываете дорогу, дети будут в проезжей части». Как изменилась жизнь 93-летнего видновчанина Виктора Сашина после переезда в новую квартиру. «Уже в турнире участвовал по Сашкам. И вчера сыграли». Первый – будь в курсе. Под таким девизом в Видном состоялся обучающий семинар-практикум по участию в федеральной грантовой системе. Ленинский городской округ в Московской области – один из лидеров по числу выдвинутых заявок и побед. Бесценным опытом поделились участники семинара. Подробнее в сюжете Юлия Погасьян. Грантовая система набирает все большую популярность. Процесс получения федеральных денежных средств непростой, но открывает участникам программы большие возможности реализации интересных проектов. Осенью прошлого года в Видном уже проходил форум по вопросам получения грантов. На днях мероприятие повторилось. Оно состоялось во Дворце спорта. Его посетило более 50 человек. Гранты нужно писать. В регионах это развито на большом уровне. Это привлечение, во-первых, конечно, федеральных денег. И когда мы сами зарабатываем деньги, мы понимаем ценность денег. Мы понимаем, что наш проект прошел. И будет потом желание дальше писать эти проекты. Эти проекты мы можем, эти деньги кинуть на то, что мы хотим приобрести. То есть это не муниципальное задание, а это именно то наше желание, что мы хотим. В этот раз обучающий семинар «Практикум» проходил при поддержке торгово-промышленной палаты. На примере конкурсантов грантовой системы участникам встречи рассказали, как заполнить заявку, чтобы проект имел шансы на победу. Я надеюсь, как бы те знания и тот опыт, который здесь будет рассказан и передан, вы используете и воплотите в своих проектах. И, в общем-то, действительно, это мероприятие, я думаю, оно будет не последнее. И я думаю, в этом году и форум у нас состоится, немножко в новом формате, с новыми людьми. Обладатель денежного гранта в размере более 400 тысяч рублей Анна Асташкина отметила, насколько важно подробно описывать свой проект. Руководитель творческого коллектива в деревне Дроздова сразу предупредила присутствующих, что работа над заявкой займет много времени и сил, поэтому заполнять ее следует командой, включая бухгалтера. Анна Валентиновна писала это одна, и для меня это было сюрпризом. Вот вы видите статьи бюджета, которые представлены в гранте. Например, мы запросили тросовую дорогу, тросовая дорога у нас оказалась в оборудовании, а доставка, оплата работы, она у нас оказалась в зарплате. То есть, с нашей стороны, это неверно. То есть, это все нужно расписывать очень четко. Еще один местный житель, удостоенный гранта, президент Федерации футбола Ленинского городского округа Александр Дмитрашко. Перед получением гранта было принято решение получить статус социально ориентированной некоммерческой организации. Что это дает? При равнозначных условиях и показателях ваших на заявках, на конкурсах, на гранты, если два одинаковых учреждения, но у одного из них есть статус социально ориентированный, подтвержденный, внесенный в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, то это дает дополнительные баллы для прохода выше, соответственно. Также Александр Дмитрашко отметил, что заявителям необходимо предоставлять перечень полезно-общественных услуг, которые оказывает некоммерческая организация. Подводя итог, президент Федерации поделился с коллегами своим наблюдением, что грантовые фонды отдают предпочтение социально ориентированным организациям. Юлия Погостьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. У школы, расположенной в жилом комплексе «Май», сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие. В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность». И еще раз напомнили юным участникам дорожного движения о правилах безопасности в транспорте. Школа в жилом комплексе «Май» распахнула свои двери для учащихся 1 сентября прошлого года. И сразу возникла проблема подъезда к учебному заведению. Многие родители привозят детей на автомобилях и очень часто создают препятствие автобусу, который доставляет ребят к месту учебы из других населенных пунктов. Дорога узкая, и разворотный круг для автобуса специально предназначен. К сожалению, родители наши стремятся детей завести максимально близко к школе. С одной стороны, понятно, что все торопятся на работу, но с другой стороны, очень сложно автобусу разворачиваться, если на этом разворотном кругу стоят другие автомобили родителей, которые ведут детей своих в школу. Сейчас в школе обучаются 265 детей. 90 из них пользуются автобусами, прикрепленными к учебному заведению для поездки в школу и обратно домой. У нас уходит утром два автобуса, это порядка 90 человек. Ну, сами понимаете, что школа – это вещь подвижная всегда, да, кто-то уходит, кто-то приходит, но вот 90-95 человек ездит все время. Инспекторы ГИБДД провели на проблемном участке профилактическое мероприятие. В рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность» и еще раз напомнили мамам и папам о соблюдении правил безопасности. «Хотелось бы обратиться к родителям, привозящих детей в эту школу, чтобы не загораживали проезд, проезд не загораживали для движения школьного автобуса, привозящих детей. Тем самым, если вы перекрываете дорогу, дети идут в проезжей части. Давайте позаботимся о наших детях и будем соблюдать правила дорожного движения». А с ребятами полицейские повторили правила безопасного поведения на проезжей части и поездки в транспорте. «Мне 8 лет». «А пальчиком покажи, какое у тебя есть кресло, вот ты в машине едешь?» «У меня вот пустер». «А, пустер у тебя, да? А ты где сидишь, сзади в машине?» «Да». «Пристегиваешься?» «Ну, молодец. Значит, ты у нас сегодня еще и самый дисциплинированный пассажир. Спасибо тебе большое». Во время профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД также проверили автобус. Никаких нарушений при перевозке детей обнаружено не было. Инспекторы убедились, что ребята правильно пристегивают ремни безопасности и вручили учащимся информационные листовки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Видновчанка Наталья Жердецкая уже больше полугода не может жить в собственной квартире, ключи от которой она получила совсем недавно. Причиной тому стала плесень, которая появилась на стенах кухни. Наша съемочная группа побывала в опасной квартире и попыталась узнать, почему ни застройщик, ни управляющие компании ничего не предпринимают. Строительство в ЖК «Первый квартал» началось в 2018 году. Современный дизайн, закрытые дворы, даже кое-какая инфраструктура. Казалось бы, живи и радуйся, но видновчанке Наталье Жердецкой совсем не весело. Многие испытывали эти замечательные чувства. Получение ключей, въезд в свою квартиру испытала счастливые мгновения и наша героиня. Но, как оказалось, счастье ее было, увы, недолгим. Ключи Наталья получила в сентябре 2021 года, а после ремонта в декабре въехала в новенькую квартиру. Больше полугода она наслаждалась уютом в собственном жилье, пока не приключилась серьезная неприятность. К осени я обнаружила, что у меня появилась плесень. Она вышла на заднюю стенку кухни. Вот, то есть вышла в огромном количестве. Давайте покажем, наверное, да, чтобы так это, сам, неголословно так сказать. Да. То есть с мебелью было еще хуже. То есть полностью все пропитано, все заплесневелое. По словам хозяйки, сотрудники управляющей компанией «Брусника» проверили квартиру Натальи и ее соседей на предмет протечек. Все было сухо. Причину появления грибка обнаружили, когда решили осмотреть вентиляционный короб. Был мусор, примерно до вот этого уровня. То есть это очень много. То есть вентиляция отсутствовала в доме? Полностью. Ну, не в доме, именно у меня. Потому что выше вентиляция была, поскольку там не было засора. Вытащили очень большой мешок полиэтиленовый, прям огромных размеров. Ну, вот примерно таким, которым накрывают мебель. Вытащили мешок другого мусора. Это битые кирпичи, перчатки. Там чего только не было. Огромного размера фанера была, вся пропитанная плесенью. От былого ремонта и уюта сейчас в доме ничего не осталось. Шкафы со стен пришлось демонтировать. Оставшуюся мебель укрыт пленкой. Но не по этой причине Наталья живет на съемной квартире. Я аллергик, поэтому два месяца я задыхалась, пока не нашла причину. После, естественно, сразу пришлось переехать. На сегодняшний день я все еще не могу жить дома. Эта плесень распространяется. Она очень опасная. И она, естественно, идет дальше. Насколько опасно жить в контакте с плесенью, нам рассказал врач-терапевт взрослой поликлиники ВРКБ Канан Масимов. Вызываются такие заболевания, как пневмомикозы, то есть поражение грибковой инфекцией органов дыхательных путей. Также это могут быть кожные проявления, микодерматозы. И в последующем ряд других осложнений, не говоря уже о таких тяжелых последствиях, как септический шок. Если это длительное пребывание, а это нарушение кровотока, нарушение дыхательной системы, частоты сердечных сокращений. Таким образом, сейчас Наталье приходится платить ипотеку за содержание этого жилья и за съем квартиры. Вот, в принципе, на протяжении всей этой истории хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь слово от представителей застройщика, от представителей управляющей компании, ну хоть что-то они говорили? Нет, проблема до сих пор не решена. Управляющая компания ничего не захотела делать, точно так же, как и застройщик. Разрушить стену молчания удалось лишь председателю Совета депутатов Ленинского округа Станиславу Радченко. Представителя управляющей компании и застройщика он пригласил на встречу с жителями, где свою проблему озвучила и Наталья. Есть вопиющая история, когда покупатель квартиры в ЖК 10 месяцев не может проживать в своей квартире, ввиду того, что там невозможно убрать грибок. Это все вопросы к застройщику прежде всего. И сегодня мы приняли такое промежуточное решение. Мы собираемся через несколько дней совместно с застройщиком, управляющей компанией. При необходимости мы обязательно привлечем органы прокуратуры, ну потому что это жизнь и здоровье наших жителей. После встречи Наталья, уже потерявшая было надежду, оценивает свои шансы на скорый и благополучный исход дела с осторожным оптимизмом. Должно сдвинуться с мертвой точки. И, насколько я поняла, это последний шанс регулировать всемирным путем, потому что, ну, дальше уже некуда тянуть. Мы тоже надеемся, что следующий сюжет мы снимем уже из восстановленной до первоначального внешнего вида квартиры. Максим Козлов, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Посланник доброй воли в Донбассе Владимир Писаченко вернулся домой. В зону специальной военной операции он доставил очередную партию гуманитарного груза, а обратно в Ленинский округ привез многочисленные слова благодарности, невероятной истории и подарок для председателя местного отделения общества бывших малолетних узников концлагерей Любови Платоновой, «Розу», изготовленную местным кузнецом из гильз разорвавшихся снарядов в знак признательности за сбор денег для ухода за аллеей ангелов в городе Донецке. Вчера вернулся и буквально на днях снова в дорогу. Поэтому, несмотря на обеденный перерыв, Владимира Писаченко приняла у себя в кабинете заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Владимир, пусть Господь дает вам силы. Все непредсказуемо в ваших руках и уникально, потому что вы находите одних людей, соединяете их с другими, вы такой гонец счастья, надежды и добра. Расспросил о поездке, как там, что видел, с кем встречался. Интересно все. Помните, я вам показывал ролик, когда мы ехали на машине, и мальчишка стоял у за двора. Я подарил канцелярию. Но получилось так, что мальчишка, ребята вышли на меня, говорит, дядь Вов, он написал теплые слова благодарны, спасибо за то, что вы там тратите деньги, находите время, таких мальчишек, как мы. И вот он мне присылает перед поездкой, дядя Вов. Самый большой подарок я хочу ноутбук. И я этот ноутбук 12 часов ночи, я привез ему домой. А для Любови Платоновой Владимир привез розу, сделанную из гильзы разорвавшегося снаряда донецким умельцем Виктором Михалевым. В подарок за заботу бывших малолетних узников концлагерей об аллее ангелов в городе Донецке. Вот эта бумажка, где весь список ваших взносов. И вот здесь Виктор написал время, дату, число и получил сумму. Большое спасибо за поддержку в искусстве и низкий поклон. Любовь Платонова – одна из тех, кто пережил в детстве концлагерь. Она, появившаяся на свет в лагере смерти, с дрожью в голосе говорит о трагедиях сегодняшних детей Донбасса. С 14-го года убивали детей, и еще нас пытаются назвать агрессорами. Но ведь они самые настоящие агрессоры, когда даже не щадят детей. И об этом всячески замалчивают. Участники этого общества говорили о том, что они готовы выделить 100 рублей, 200, 300. Меня это тогда сильно очень удивило. Люди, которые сами нуждаются в помощи, решили собрать деньги для тех, кто сейчас находится в не очень простой ситуации. А в нашем Видном вскоре будет установлена мемориальная композиция в память о всех детях, невинно убиенных от рук нацистов. Ее изготовит кузнец Виктор Михалев. Мы решили вот эту композицию. Она будет еще облагорожена, будет очень красивая. Переиграть. Ладно, будет прекрасная. Вот с этой гильзы, которую пронесла, эта мариупольская, принесла сколько смертей. Но мы будем выдавливать с нее не смерть, а звук. Я ему звонил, говорю, Виктор, это Володя с Видном. Говорит, Вова, да, помню, братик, так и так. Я говорю, как у тебя дела? Он говорит, плохо, у меня нет материала. Я говорю, это все решаемо, я тебе завтра привезу. По пути, пока ехали, солнце нас ослепило, я там воткнулся в яму от взрыва мины. Мы там два часа простояли, пока приедет какая-то машина, нас следующая там по связи вызвали, чтобы нам вытащить. Кое-как мы доехали, насобирали. Я ему привез большую кучу, штук 300-200. Я говорю, хватит, Виктор, он говорит, Володь, за глаза. Историй, подобные этой, у нашего посланца доброй воли много. И станет еще больше, ведь скоро будет готова очередная партия груза. И тогда снова в путь. Представители Дибутатского корпуса Ленинского округа, являясь инициаторами сбора помощи, регулярно готовят к отправке необходимые вещи. Снаряжение для военных, автомобилей и продукты питания. Владимир Писаченко призвал всех, кто имеет возможность помочь, делать это адресно. С нашего района 700 человек мобилизованные. И 700 человек нуждаются в помощи. Если вы готовы как-то помочь, я прошу, присоединяйтесь. Хотите, поедете со мной, хотите, езжайте сами. Но это наши пацаны, это наши ребята. И наши ребята с нашего двора, и с нашего района. Давайте все вместе поможем нашим ребятам. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Он обожает петь, мастерски играет в шахматы, а еще любит читать и заниматься скандинавской ходьбой. После переезда в новую квартиру на первом этаже 93-летний видновчанин Виктор Сашин может вновь вести активную жизнь и посещать любимый шахматный клуб и центр социального обслуживания. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Накануне нового года 93-летний видновчанин Виктор Сашин решился круто изменить свою жизнь, переехать из старой квартиры на пятом этаже в доме без лифта в предложенную администрации новую на первом. И все это ради того, чтобы продолжать вести активный образ жизни, несмотря на перенесенную год назад операцию на коленях и почтенный возраст. Когда Алексей Петрович Спаский, глава нашего Ленинского городского округа, увидел фотографии, когда услышал эту историю, то он, конечно же, собрал совещание. И сегодня мы можем уже говорить о том, что у Виктора Федоровича квартира на первом этаже. Вы как свет, понимаете? За вами идут молодежь, дети, ваши друзья, которые вспоминают и ждут вас в общественной жизни города. С тех пор сотрудники администрации муниципалитета и Центра социального обслуживания «Домодедовский» регулярно навещают и помогают ветерану. За месяц после переезда Виктор Федорович уже обустроился в новой квартире и стал чаще выходить на улицу. На днях он оформил библиотеки, которая теперь от него буквально в двух шагах читательский билет. Мы с Виктором Федоровичем познакомились, когда он нам сделал огромный подарок. Он принес нам в дар практически всю свою библиотеку, за что мы ему очень благодарны. А вчера мы выдали читательский билет, и теперь мы ждем его каждый день. И ждем не только, чтобы он приходил за книгами, а также приходил на различные кружки, которые у нас существуют. Сходил Виктор Федорович и в шахматы клубно-школьный, где и чемпиона Ленинского района по шахматам прекрасно помнят и всегда ждут. Уже в турнире участвовал по шахмам. И вчера сыграли с четырех до семи. Виктор Федорович прожил активную, насыщенную жизнь. Днем трудился в Министерстве энергетики, по вечерам играл в шахматы и пел в хоре при Центральной библиотеке. Вышел на пенсию только в 87 лет и сразу стал участником клуба «Активное долголетие». Занимался скандинавской ходьбой, общался, но уже год появлялся там редко. Тяжело было подниматься и спускаться с пятого этажа. Теперь совсем другое дело. Я вам предлагаю, сейчас чуть-чуть будет потеплей, давайте мы для начала пришлем автобус, за вами маленький, да, отвезем вас. Вы с ними как бы назад восстановите, потому что они вас ждут реально. Словом, планов у нашего героя много. И все они, без сомнения, обязательно исполнятся. Ведь возраст человеку с молодой душой не помеха. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова